Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Телец, 21 апреля-21 мая. В этот период проявите заботу о шее и горле. 21 апреля день Агавы Руфа. Назван в честь святых апостолов Иродиана, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ермия. Святой апостол Агав был исполнен даром пророческого. О нем упоминается в книге Деяний апостольских. Когда собрались из Иерусалима пророки в Антиохию, один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что во всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Апостола Руфа приветствует апостол Павел в послании к кремлинам. В этот день наши предки почитали воду и ее источники. Забросив все дела, народ отправлялся к рекам и озерам для того, чтобы почистить водоемы. Это называлось «отомкнуть весенние пути». Считалось, что без этого весны не будет. Поэтому этот день имел название «Вадим Ключник». Умывались ключевой водой и пили ее, поскольку считали, что сегодня вода обладает целебными свойствами и лечила болезни. Наши предки верили, что в этот день месяц солнце встречается, и встречи могли нести как плохое, так и хорошее для людей. Добрая встреча приводила к ясной и теплой погоде. Если встреча была плохая, день был дождливым. При встрече они делятся новостями и могут поссориться. Считалось, что при этом виноват месяц, который обладал отрицательной силой. Приметы. Ранние и короткие сумерки с красноватой луной предвещают тепло. В солнечный день к скорому лету и наоборот. Облачность и туман год будет неурожайным. Если ком земли при падении рассыпается, пришла пора приступать к земляным работам. Зацвели яблони и груши, пора сеять овес. Земля мхом обросла во время запашки, лен будет волокнистым. Слышно кваканье лягушек, пора сеять овес. Если сегодня теплый вечер и спокойная ночь, будет жарко и сухое лето. Туманное утро ненастное. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению. И поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается аналитики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечный чай и промывающие, и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый, вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить кагор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaha Pro. Доброго здоровьица и до новых встреч!